Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Вопрос 2361. Том 10. «Был ли за русский язык святой царь Николай II?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никаких его высказываний относительно пользы русского языка за богослужением нигде не читал и не слыхал. Но есть сведения, что он не был за скорейший созыв собора, на котором было восстановлено патриаршество и избран патриарх Тихон, и поднимались эти важные вопросы. Богослужебный язык в русской церкви. Страница 46. Члены Синода обратились к государю императору с просьбой разрешить созвание собора ипархиальных епископов для учреждения патриаршества. Государь Николай Александрович дал принципиальное согласие на созвание такого архиерейского собора, но при этом предоставил себе созвать собор, когда наступит благоприятное для сего время. Как мы знаем, благоприятное время так и не наступило, и вместо предполагаемого архиерейского собора состоялся поместный собор сразу после крушения монархии. Страница 51. Государь, цитата, удерживал и не дал своего согласия не из-за каприза или амбициозности, но как человек, одаренный свыше, способностью слышать волю Божию. Ему были известны господствующие в то время настроения, и можно лишь удивляться стойкости этого человека, не поддавшегося на пагубный шаг. То, что решения грядущего поместного собора по замыслу многих его участников должны были изменить весь строй церковной жизни, несомненно, как и то, что промыслом Божьим этому не дано было сбыться. Плач Еремии 4.20 Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Премудрость Соломона 6.5.8 Страшно, и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими, но начальствующим предстоит строгое испытание. 1 Царств 15.11 Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слово моего не исполнил. Не бойтесь, не страшитесь самозванцев, толкующих писание произвольно. Без компаса, без карты, мало шансов достичь до цели по путям окольным. Их кушанья, сектантские трапезы, с отравленным вином в больших сосудах, всех распалят и не отпустят трезвым. Вдруг померещится придерзостное чудо. Перед тобой по этой же тропе в такой же эйфории шли по кругу, за руки взявшись, стали хором петь, похвальные слова раздаривать друг другу. Они не церковь, эмиссары смерти, заморских, доморощенных идей, умеют сходу шапки сбить и убедить поверить, что проповедник их спаситель не злодей. Народ священников держали в темноте и ничему не научили вовсе. Теперь, чтобы вырвать их оттуда, нужно попотеть. Борьба идет за души и за кости. Беснуются эстрадные артисты, сектантские актеры с микрофоном. Все на столах заблеванно, нечисто, бороться с нечистью не иноком сафона. Страшнее сект у нас, где проповеди нет, там поприще эротикам готово. На богослужениях свечи нечистый свет, лосяницей натянута на слово. Бьет колокол, глухим поперепонкам, дешевым ладаном обкуренные спят. Из взрослых сделали игрушку для ребенка. Трубил я сорок лет о том и протрублю опять. С Иисусом нашим, словом воплощенным, кошмар церковный сможем одолеть. Вновь окрестить испорчено моченых, чтоб с мертвым батюшкой самим не околеть. 17 июля 2004 год, Игнатий Лапкин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok